МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика» в студии Ольги Пырочкина. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бизнес и власть. Глава республики встретился с представителями промышленных предприятий. Стартап на старт. Рашин стартап-тур впервые остановился в Чебоксарах. Олимпийским играм посвящается. В Чувашском государственном университете открылась выставка фотографий. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как будет развиваться сфера высоких технологий? Какие инновационные проекты придут на вооружение? Об этом шла речь на совещании с руководителями ведущих IT-компаний. Провел его заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Марк Шмулевич. Сегодня же он встретился с главой Чувашии. Подробности в сюжете Дмитрия Ковалева. Доброе утро! Приветствую на Чувашской земле. Спасибо большое. Рады поблагодарить, что приехали. На самом деле такой хороший, прекрасный, морозный, солнечный день. С порога заместитель федерального министра признался, что успел осмотреть столицу Чувашии из окна автомобиля. Утренний город Марка Шмулевича впечатлил. Но по дороге в дом правительства чиновник обратил внимание на другую интересную деталь. В Чебоксарах действует множество профильных лицеев и гимназий. Похоже, молодежи есть где развернуться. На добрые слова, в адрес молодежи не поскупился и глава региона. Их креативные проекты не раз признавали лучшими по всей стране. Не отстают от молодых людей и пожилые, которые тоже активно постигают азы компьютерной грамотности. В республике для них даже создались специальные курсы. И старый, млад, скоро почувствует всю прелесть высокоскоростного интернета. В стране началась масштабная реформа отрасли связи и информатизации. Закон был подписан на днях. Теперь все населенные пункты, из которых не менее чем 250 человек, проживая до 10 тысяч, будут подключены к волоконно-оптическим сетям. Я считаю, вкупе с тем, что вы уже рассказали, это ваши компактные республики обеспечат уже всю основу, всю инфраструктуру для развития. Качественной связью должна быть обеспечена и каждая школа республики. Министерство образования на инновации смотрит по-своему. Это вот современные совместные уроки, видеоуроки совместно с московскими школами и ведущими специалистами в области образования, ведущих школ Российской Федерации. Ставку правительство делает и на поддержку IT-компаний. В этой сфере Чувашия сделала огромный рывок. В республике создали систему электронного правительства. Налажена сеть высокоскоростного мобильного интернета. Зарекомендовали себя и порталы, которые занимают лидирующие места в рейтингах. Отметили на совещании ведущие вузы, которые кают специалистов для IT-отрасли. У нас нет природных ресурсов, нет газа, золота, алмазов. Поэтому все усилия направлены на развитие технологий, инноваций и человека. Обсудили на совещании, как дальше правительство намерено поддерживать сферу IT. Необходимо привлекать квалифицированных специалистов. Не было важен и спрос на инновационные разработки. В регионах страны продумывают механизмы для экономической выгоды IT-компании. И снижают налоги на прибыль. Получается, что для типовой IT-компании, которая доробится, это все мы считали, вместе с регионами экономический стимул доробиться пропадает. Прорабатываются и другие варианты поддержки отрасли. В итоге все это должно привести к увеличению количества инновационных проектов. Медрик Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Russian Startup Tour 2014 расширяет географию. 8 тысяч участников в 27 российских городах за 100 дней. Сегодня рот-шоу остановилось в Чебоксарах. Авторов лучших проектов пригласят участвовать в конкурсных программах, минуя отборочный этап. И рекомендуют для встречи с бизнес-ангелами и венчурными фондами. Надеюсь, что сегодня мероприятие позволит не просто найти новые интересные идеи и перспективные проекции, соединить между собой авторов и заказчиков новых технологий, подтолкнуть стартапы к новым виткам развития. Мы готовы воспринимать все новое. Мы гордимся своей молодежью, предприятиями, которые доказали свою перспективность. Новые контакты, новые возможности, новые знания. Для этого в национальной библиотеке собрались молодые люди, которые хотят рассказать о своих проектах и представить их на суд экспертов, среди которых представители фонда «Сколково». Жду проектов, в которых мы можем увидеть потенциал. Если есть хорошая идея, если есть люди, остальное, в принципе, можно доразвить, дописать. Подготовить бизнес-план и каким-то образом сделать маркетинговые исследования, решить с планом охраны интеллектуальной собственности и так далее. Таким образом, мы ждем проекты с коммерческим потенциалом. Найти перспективные инновационные решения, которые востребованы на рынке высоких технологий, помочь молодым разработчикам в реализации проектов, создать в регионах предпринимательское сообщество. Это и есть задача стартап-тура. Крестный отец этого тура, Пека Вилья Кайнен, основал свое дело, когда ему было всего 13 лет. Сегодня он входит в рейтинг самых успешных бизнесменов Европы. Когда в России родители будут советовать своим детям открыть собственный бизнес вместо работы в госкомпаниях и органах власти, тогда страна совершит прорыв в построении нового экономического будущего, считает господин Пека. Стартап-сообщество не может быть организовано местными властями. Власть может лишь помочь. Основная сила находится за молодыми и талантливыми людьми. Марк Шмулевич курирует айти-отрасль и считает, что в России она распределена очень неравномерно. Более 80% айти-компаний приходится на 5 городов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск и Екатеринбург. До 2020 года ситуация должна измениться. Еще 10 региональных центров могут стать айти-столицами. Большое количество молодых людей в зале уже знак того, что они хотят заниматься инновациями, подчеркнул заместитель министра. Ваш регион, безусловно, один из тех, от которых мы будем ждать прорывов намного большего количества молодежи, которая занимается инновациями не только IT, технологическими вещами, технологическим предпринимательством. Особенно с учетом того, как сказал глава правительства, того, какие инициативы действительно уже реализуются. Были упомянуты и робототехника, и биотехнологии. Это все очень важные вещи. Они все входят в приоритетное направление национального развития. Очень здорово, что ростки и инициативы в республике есть. Среди предложенных проектов эксперты искали хорошие идеи, которые действительно могут стать бизнесом. Мы просто находим перспективные толковые проекты, которые в ближайшее время при помощи тех институтов развития, которые задумали это мероприятие, будут доведены до ума. Было два достаточно интересных проекта. Оба связаны с IT. Один направлен на оптимизацию затрат в предприятии на оплату электроэнергии. Второй связан с проектом массового рынка, программа автоматизированная, которая позволяет любому простому человеку верифицировать, то есть сверить те данные, которые вам дают люди, которые проектируют ваш дом. То есть технологии, стоимости и все остальное. Успелся звонить с коллегами, с тем потенциальным проектом, которому это в принципе может быть интересно. Там уже пошло какое-то бурление, которое может или кончиться, или не кончиться. Кстати, ведь это тоже один из возможных результатов сегодняшнего дня. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Сергей Рябчиков. Республика. Сегодня глава Чувашии встретился с представителями промышленных предприятий. Тех, что составляют основу экономики республики, позади сложный для всех год, в котором промышленность уперлась в стену. Индекс промышленного производства замер на отметке 95%, ниже, чем прогнозировали в начале 2013-го. Но тяжелый год пройден, теперь нужно думать о дальнейшем развитии. Собственно, об этом заговорили сегодня на встрече чиновники и промышленники. Такие встречи власти и бизнеса уже стали традиционными. То, что сюда пришли промышленники, уже хорошо. Несмотря на трудный год, удалось сохранить предприятия. Главная тема этой встречи – как будет развиваться экономика Чувашии, что нужно предпринять, чтобы пойти в рост, пусть даже будучи ВТО. В условиях жесткой конкуренции продукция, производимая рядом чувашских предприятий, оказалась, конечно, меньше востребованной, что, естественно, вызвало сокращение производства. Кроме того, на сокращение производства повлияло снижение платежеспособности покупателей. Никакой трагедии в этом я не вижу. В то же время доходная часть консолидированного бюджета Чувашской республики выполнена с ростом на 7,4% к уровню 2019 года. При этом собственные доходы республики увеличились на 9,2%. И мы выполнили практически все свои обязательства перед жителями Чувашии, выполнили все обязательства по возврату государственного долга. Прирост в шести видах экономической деятельности. В остальных картина нерадушная. Хвосте по-прежнему производства транспортных средств, машин и оборудования. Инвестиционная активность вялая, а экономика сбавила темп, комментирует прошлые итоги профильный министр. Так, уменьшение общего объема грузоперевозка привело к падению спроса на грузовые вагоны. В результате этого промтрафтер-вагон три раза снизил объем производства. У нас основные крупные две отрасли. Это эритротехника, которая сегодня лидирует, и машиностроение. Машиностроение подразумевает транспортное машиностроение, где сидят четыре крупных наших гиганта. Это вагон, это промтрафтер, это агрегатный завод, промлит, который сегодня, в период развития общей экономики, они нас вытаскивают, а в развитии стагнации являются икорями. Но это не значит, что это наше все равно предприятие, за которое мы готовы отставить и бороться. Доля промтрафтера на отечественном рынке машиностроения немного выросла. Это на фоне падения ряда конкурентов, добавляет представитель предприятия гиганта. Но китайские производители не дремлют и уже закрепляются на Дальнем Востоке, который потерян для завода. Конкурировать с китайцами в цене чебоксарские тракторы-строители, увы, не могут. А мешают, говорят, чисто российские особенности. 70% продукции мы держим автомобильным транспортом. Потому что цены российских железных дорог, они уже настолько изменяемы, что они приводят к тому, что производители, которые сосредоточены в европейской части России, просто не могут отправить свою продукцию на Дальнем Востоке, отправить в Магадан и так далее. Она заведомо становится конкурентоспособнее по цене. Между тем, внутри компании действуют свои стратегии развития. Рынок и российская действительность заставляют перестраиваться. Промышленникам на этих встречах есть о чем поговорить друг с другом. Многие просто рассказывают, чем живут сейчас и понимают, что нужно общаться теснее. Просьба восстановить советы директоров промышленных предприятий и, естественно, их проведение на крупных промышленных предприятиях с одновременной экскурсией. Вот как было раньше у нас в республике. Это, я думаю, что приносило и будет приносить большую пользу в плане развития кооперации в республике, обмена опытом и стремление к новому. Предложение вызывает одобрение в зале. Судя по всему, совету быть. Есть надежда, что он будет полезен промышленникам. Ольга Григорьева, Сергей Рябчиков, Республика. Время страховых взносов, сложные земельные вопросы, серьезные административные барьеры. О том, что мешает развиваться бизнесу на площадке торгово-промышленной палаты, обсуждали предприниматели и бизнес-амбудсмен Чуваший Владимир Иванов. На встрече с уполномоченным буквально каждому предпринимателю есть что сказать и на что пожаловаться. Большинство из них на практике нередко сталкивалось с проблемами. Набор трудностей, увы, традиционный. К примеру, предприниматели не могут автоматически продлить договор аренды земли под нестационарными объектами. Эта проблема не нова и встречается в каждом регионе, комментирует бизнес-амбудсмен. Как сейчас получается? Предприниматель, который 10 лет проработал на этом земельном участке, он фактически не может смотреть уверенно в будущее по той причине, что муниципалитет в любой момент может не продлить этот договор аренды. По сути, к такой практике принуждает закон. Хотели как лучше обеспечить равные условия абсолютно всем предпринимателям. Для этого муниципалитет и обязан проводить торги. Но получилось, как всегда. В итоге предпринимательская активность на деле снижается, а планировать бизнес надолго не приходится. Вопросы возникают как к законодателям, так и к исполнителям. Сыпятся они в адрес налоговой службы. Существует группа компаний, которые работают по принципу. Одна компания ведет торговлю, работает на обычной схеме налогообложения. 30% НДС платит, 30% вот эти все фонды. А другая компания обеспечивает деятельность этой компанией производственной точки зрения, выполняет производственные заказы. Работает на упрощенке и платит, НДС не платит, и платит 20% фонды. Естественно, эти компании между собой связаны. Это, как говорится, доказывать нечего, любой придет и увидит. Само по себе все нормально. Но нас начинают объединять и говорят, а вот вместе вы схему создали, и вы уходите от налогов. На практике много примеров, когда из-за решений должностных лиц предприниматели несут убытки. Обращения оседают в кабинетах чиновников, а ответов приходится ждать порой годами. Равную ответственность должны нести все, так, чтобы впредь неповадно было, настаивают собравшиеся. Еще одна тема на злобу дня – ставка страховых взносов, поднявшаяся с прошлого года. Рост платежей фонды уже сказался на ситуации в экономике. В 2006-2007 году все замечали, что значительная часть экономики, в том числе малого и среднего предпринимательства, вышли в белую сферу. Но после того, как в два раза изменились эти страховые платежи, с фонда оплаты труда, я обращу внимание, с фонда оплаты труда, не лично, который предприниматель платит, то большинство предпринимателей вынуждены были уйти в тень для того, чтобы сохранить свой бизнес. В живом общении предприниматели делятся опытом, а озвученные в Торгово-промышленной палате предложения законодательной инициативой включат в один документ, который ляжет на стол главного бизнес-омбудсмена страны Бориса Титова и войдет в его обширный доклад. Отчет, где каждому региону собираются уделить особое внимание, российские уполномоченные потом представят публично. Ольга Григорьева, Николай Яковлев, Республика. Проблемы и перспективы устойчивого развития России в глобальном измерении. Научно-практическая конференция под таким непростым названием провел Чебоксарский филиал Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы. Что ж, название сложное, а смысл очень простой. Подробности прямо сейчас. Над проблемами развития страны в формате конференции здесь задумываются уже в пятый раз. Среди тем проблемы работы органов власти, местного самоуправления, мотивация труда управленцев, финансовая и социально-экономическая политика страны. Официально конференция носит статус всероссийской. На деле же ее горизонты значительно шире. Конференция очень интересная, содержательная, юбилейная. И мы очень рады, что эта конференция сегодня практически имеет статус международный, потому что участвуют у нас гости из ближнего и дальнего зарубежья. Украина, Белоруссия, Германия, Швеция. Тем, кто приехать не смог, но поучаствовать очень хотел, на помощь пришли новые технологии. Представители Швеции воспользовались скайпом. Разные регионы накапливают свой опыт в трансформации образовательных структур, экономических систем. И обмен, общее осмысление и продвижение, интеграция этих структур, она всегда идет только на пользу. Как говорил Бернард Шоу, если у меня есть яблоко и у тебя есть яблоко, и мы им обменялись, то у каждого осталось по одному яблоку. Но если у тебя есть мысль и у меня есть мысль, и мы ими обменялись, у каждого будет по две. Ольга Пырочкина, Елизавета Зайцева, Евгений Анисимов, Республика. До старта самого долгожданного спортивного события Олимпиады осталось два дня. Жителям Чебоксар создать спортивный настрой поможет выставка фотографий, организованная студенткой 4-го курса Чувашского госуниверситета. И так Олимпийским играм в Сочи посвящается. И смех, и слезы, минуты радости, разочарования можно увидеть и почувствовать на выставке фотографий, посвященных главным мировым спортивным мероприятиям. Вложить столько эмоций в свои фотографии Олее Сигнатьевой помогает то, что она сама спортсменка. В моей выставке очень много эмоциональных именно фотографий, потому что спорт очень эмоциональный. Очень много снимков, где после поражения спортсмены, например, плачут. Много снимков, где спортсмены после финальных поединков, именно победители радуются, как дети ликуют. Самая ценная фотография на выставке, по мнению Олеси, сделана на универсиаде. Ей удалось запечатлеть танец спортсмена по греко-римской борьбе после выступления. Своё увлечение Олеся намерена превратить в дело всей жизни. Она собирается связать своё будущее со спортивной фото-журналистикой. Оценить её творчество может любой желающий. Выставка продлится до конца Олимпиады. Ольга Алексеева, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков, Республика. Как сделать интернет безопасным для ребёнка и сформировать навыки грамотной работы в глобальной сети? Обо всём этом в доступной и понятной форме рассказали сами дети, участники конкурса социальных видеороликов «Безопасный интернет» от Ростелекома. На днях макрорегиональный филиал «Волга» подвёл итоги второго регионального конкурса социальных видеороликов. Именно победители узнаете из сюжета. Я с вами прощаюсь. До завтра. Девятилетний Миша Миронов из Новочебоксарска в подобном конкурсе участвует впервые. Чтобы создать двухминутный ролик, ему понадобилась помощь не только папы, но и бабушки. Папа взял на себя техническую часть, бабушка – творческую. Именно её стихи читал Миша. А когда наступит время, подрастём и я, и ты. Я желаю непременно с интернетом стать на ты. Мой ролик был о спаме. Спам – это вред для компьютера. То, что если на него зайдёшь, то всякие вирусы могут попасть на него, и придётся очищать его от вирусов. Теме вирусов, виртуальных мошенничеств и прочих опасностях, которые таит в себе интернет, посвятила свой ролик ещё одна жительница Новочебоксарска – Анна Александрова. Про вирусы я тоже там много делала. Адреса тоже там у меня были включены в работу. И вот действительно там музыка, там всё рассказывается, всё показывается. Мне кажется, работа получилась интересной. К слову, в этом году на региональный конкурс поступило 18 работ от 20 участников из Чебоксар, Новочебоксарска, Канаша, АллатРа, посёлка Кугеси, сёл Кувакина и Синьялы. Причём именно из Новочебоксарска пришло больше всего видеороликов – 7. Согласно условиям конкурса, в этом году участие в нём могли принять не только школьники, но также учащиеся первых, вторых курсов, профучилищ и техникумов. Все видеоматериалы оценивало независимые жюри – специалисты Министерства образования республики, управления Роскомнадзора, сотрудники Ростелекома. В итоге были выбраны по одному победителю в каждой из трёх возрастных категорий. И места распределились следующим образом. В возрастной группе от 8 до 10 лет первое место занял Михаил Миронов из Новочебоксарска. В группе 11-13 лет – Данил Казанов из Чебоксар. В группе 14-17 лет – Владимир Харитонов из посёлка Кугеси. Работы оценивались как на региональном уровне, так и на макрорегиональном. Среди 300 работ молодых режиссёров и сценаристов из 12 регионов ПФО жюри выделило ролик чебоксарского гимназиста Данилы Казанова. Ролик такой милый, да, то есть было из расхода на 3 килограмма пластилина. Слово передаётся в Чебоксары. Данил Казанов, гимназия номер 5, город Чебоксары. Организаторы также наградили самых активных педагогов, чьи ученики приняли участие в проекте. И пообещали, что на следующий год конкурс видеороликов будет объявлен снова. Редактор субтитров А.Семкин